Деревня Георгиевская по московскому шоссе 50 километров от Петербурга. Здесь нет питьевой воды, водопровода, канализации, интернета, освещения на дороге, ведущей к цивилизации. Только шесть двухэтажных домов и люди. Когда мы работали, мы были нужны. При советской власти пенсионерам почет был, уважение. О, совхозный пенсионер, он на первое место. А теперь мы, отработанный материал, мы никому не нужны. А работали в совхозе. В 90-х предприятия закрыли, молодые разъехались, старики остались. Все-таки эти дома для них, как для ценных сотрудников, строил совхоз. Туалеты внизу, выгребные ямы под домами. Видите, это одна труба со второго этажа идет с туалета, куда выливают, ходят в туалет. А одна с первого. Трубы засорились. Изобретательный народ решил свою проблему. То есть вот эти трубы, они ведут прямо от туалетов на улицу. Водопровода в этих домах тоже нет. Зимой теплую воду сливают с труб отопления, с весны греют колодезную. Прошел дождь, у нас есть вода. Не прошел дождь, у нас в колодцах воды нет. У нас вода вся верховая. Уровень воды в этих колодцах точно такой же, как и в выгребных ямах. Понимаете, на что намекают местные? Прямым текстом они, конечно, об этом не говорят. Ну а что, вода и есть, вода. Мы пьем, и мы, в принципе, ничего не говорим. Ну что делать, как раз такая наша жизнь. Просят лишь об одном, чтобы можно было хотя бы помыться в банях. С августа месяца Гачинская электросеть нам отрезала электричество, потому что они считают, что наши постройки сделаны не оформлены по закону. Без света сами помним, что такое баня. Это в прошлом веке они были банями, а сейчас это объекты. И не просто объекты, а незаконно построенные на муниципальной земле. Так ведь просят официально подключить. Люди готовы платить. Нам даже этого не дают. Неужели мы не заработали за столько лет жизни старые вот люди, старые, пожилые, тут много людей. Вот она. Там неужели не заработали по 40, меня 44 года старше. И за такую жизнь они даже платят квартплату. Вот у меня двухкомнатная квартира без 50 рублей 3 тысячи. У меня мама живет со всеми условиями. Она платит 4 с лишним тысячи. Я же за свою трехкомнатную квартиру плачу почти 7. Помогите хоть вы нам. Постарайтесь, доченька, ради бога. Кто на самом деле должен помочь жителям этой деревни, мы выясним в ближайшее время. Подробности в наших следующих эфирах. Две плантации, один хозяин. Сотрудники наркоконтроля задержали опытного селекционера, владельца лабораторий по выращиванию марихуаны. По оперативной информации, он с целью культивирования наркосодержащего растения снимал в поселке Понтонный участок с постройками. Там обнаружили больше 40 кустов марихуаны и килограмм уже высушенного растения. Вторая лаборатория находилась в городе Колпино, в квартире, которую задержанный тоже снимал. В комнате арендатор выращивал еще 30 кустов. Правда, говорит, для него это не бизнес, а вынужденная мера. Якобы таким образом он утолял собственные непомерные аппетиты. Вы давно потребляете? Да. Ну сколько лет? Можете назвать? Могу. 20. Этот аграрий-самоучка уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Четыре года назад за выращивание наркосодержащих растений он получил условный срок лишения свободы. Сейчас возбуждено уголовное дело. Незаконную рыбалку пресекли сотрудники отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны. Совместно с полицией проводили рейд в Волховском районе. В итоге составили семь протоколов об административном правонарушении и изъяли шесть волокуш. Это запрещенное орудие лова. Четыре лодки с моторами и 40 килограммов незаконно добытой корюшки. Вопрос о возбуждении уголовных дел сейчас решается, куда денут рыбу. В письме агентства по рыболовству не уточняется. А вот кому рыбка уж точно нужна. В Выборге провели операцию по спасению детеныша тюленя. Когда спасатели МЧС прибыли на место, увидели, что на тюлененка нападают чайки. Отогнали птиц, связались с Центром реабилитации морских млекопитающих. На протяжении полутора часов, пока специалисты ехали в Выборг, тюлененка поливали водой из бутылки и защищали от птиц. К сожалению, пока состояние малышки очень тяжелое. Она очень истощена. Ее вес составляет 50% от нормы. Одно можно сказать точно. Жить будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова